Всем привет, друзья! С вами Инесс, и это ответы на вопросы, которые вы задавали вот в этой вот теме в моей фан-группе. Я отобрал некоторое количество вопросов, на которые сейчас с удовольствием отвечу. Итак, вопрос первый. Спрашивает Дмитрий Соколов. Как считаешь, нужны ли частые и колоссальные правки баланса, чтобы разнообразить сцену? Ну, в принципе, я думаю, что можно было бы обойтись в доте и без постоянных правок баланса. Например, в свое время, когда я играл в доту, а многие из вас еще вообще о ней не слышали, лет там 8, наверное, назад, может даже еще чуть больше, Мы, в общем, года два, наверное, играли в одну и ту же версию доты 5.84, она называлась. Соответственно, новых героев не выходило, ничего не менялось, никакого баланса. Но дота постоянно менялась профессиональная. Просто потому, что такое, понимаете, как мода в доте, оно как бы было и тогда. То есть какой-то герой становился модным, про него вспоминали. И из-за этого менялся баланс. Потом как бы люди вспоминали, что этого героя может загандрить каким-то другим героем. И так вот по кругу менялись пики. Происходило это вот в течение двух лет. Пока, собственно, IceFrog не начал выпускать шестую версию. Но я полагаю, опять же, что при той конкуренции, которая сейчас есть на сцене мобо-игр, если постоянно не обновлять доту, не придумывать что-то новое, то люди, возможно, начнут переходить в другие просто игры. Так что обновления, они необходимы. Андрей Воробьев спрашивает, будут ли решафлы в СНГ сцене и какие, если будут. Решафлы в ближайшее время в СНГ сцене ожидать не стоит. Разве что возможны решафлы в Natus Vincere. Но, судя по моим личным источникам, довольно проверенным, так скажем, там тоже решафлов все-таки не будет. То есть команда, в принципе, довольна тем, что у них получается. Они считают, действительно, что неудача на DAC это череда не везения, что ли, а не закономерный результат. Поэтому будут продолжать играть этим же составом. И, наверное, все решафлы и в Na'Vi в том числе мы увидим уже после квалификации к International. Ну и, соответственно, после самого International. До этого вряд ли будут какие-то глобальные изменения, если брать топовые коллективы. То есть Empire, Asus Polar, Hellraiser, Virtus.Pro, Natus Vincere и Power Rangers. Вот хотя бы эти коллективы. Но у коллективов, которые чуть ниже рангом, там, конечно, решафлы могут быть в любой момент. Александр Левданский спрашивает, как думаешь, что будет дальше с Умаилом? Ждет ли его участь Экскалибура? Экскалибуру можно напомнить, что это такой шведский персонаж, уроженец Китая, если я ничего не путаю, который светился в нескольких профессиональных командах. Тоже молодое дарование, ему там тоже лет 17, что ли, или типа того. Но, сыграв буквально один там турнир, его, ну, как бы, выгнали из команды, и все. С тех пор он только в миксах светится. А Сумаил же, как мы видим, на первом же турнире бабахнул так, что, наверное, это главная вообще сенсация последних лет. То есть подобных прецедентов трудно вспомнить. Скажем, ну, вот, например, появляются новые игроки, да, Артизия, Резолюшн, такие молодые, новые. Там вот Алохи Денсы всякие, Йокко, Вэмпайр. Но чтобы вот такой эффект произвести, просто разорвавшегося какого-то термоядерного взрыва, как Сумаил, такого, правда, давно не было. И даже не с кем сравнить. То есть я думаю, что Сумаила очень великое будущее. Просто потому, что этот игрок не просто... Не просто хороший такой супер задрот. По нему видно, что этот думающий персонаж со своей индивидуальностью очень интересный. Потому что то, например, как он играет на некоторых героях, такого нигде ты не увидишь. И то, как он умудряется там играть на шторме без притяжки, какой он КПД вносит в игру, ну, действительно, примеров нет. Я думаю, что Сумаил, возможно, станет самым там популярным, известным и там сильным игроком в ближайшие несколько лет. Будем только о нем и слышать. Евгений Опостолаке спрашивает, а пробовать тренерскую деятельность не хотел бы? Ну, еще там было от нескольких людей похожий вопрос про тренерство в разных командах, в профессиональных командах, в непрофессиональных командах. Ну, как сказать, я вот, например, потренировать какую-нибудь профессиональную команду высокого уровня, скажем, там, Asus Polar или вот подобного уровня, я бы, в принципе, наверное, не отказался бы. Но никто не просил меня. То есть вполне вероятно, что большинству команд не нужен никакой тренер. Например, кто-то, может быть, там, не считает меня достойным тренировать их. Но, наверное, все-таки в первую очередь никому не нужен тренер, потому что, как можно видеть, ни одной команды в СНГ в принципе нет тренера, да. Наверное, если бы команды в один момент все начали бы искать себе тренировку, а мне бы кто-нибудь, скорее всего, обратился. Потому что все-таки мой опыт там позволяет мне помочь коллективу. Но, как мы видим, СНГ коллективу тренера не нужны. И я думаю, что, на самом деле, это скоро изменится. Что же касается тренерства для непрофессиональных команд или, может быть, игроков, я задумывался об этом. Но пока мне, так скажем, это не очень интересно. Может быть, чуть в будущем все-таки чем-то таким займусь. Идея открытия какую-то академию или вот что-то такое для молодых игроков, она витает в воздухе. И мне хотелось бы чем-то таким заняться, но я все никак не могу придумать систему. Придумать систему, ее реализацию, как бы это можно было бы сделать так, чтобы это было бы удобно и мне, и игрокам. Чтобы это было не просто удобно, чтобы это было полезно. Чтобы действительно был бы в этом смысл. Потому что все эти школы, дота-школы, которые есть на просторах, там, в ВКонтакте и в других местах, они ничего не дают, они просто... Ты приходишь, человек приходит, платит деньги кому-то там, типа, учителю, и как бы он не получает ни гарантии, ничего. И на выходе он тоже ничего не получает. Да, ему дали какие-то здания, здания где-то поверхностные, где-то, может быть, даже неверные. Человек из-за этого не стал, там, как-то на шаг ближе, там, к своей мечте, да, к профессиональной сцене. Он вообще ни к чему ближе не стал. Он просто деньги заплатил. Может теперь рассказывать в школе, что он там тренировался с каким-нибудь полупрофессиональным, типа, игроком. Потому что профессиональные игроки в этих школах не преподают. Так что вот такой подход мне неинтересен, да. Это просто отъем денег у населения, образно говоря. Я бы хотел сделать так, чтобы... Чтобы в этом действительно был смысл. Но мы пытались, вот, с несколькими довольно умными людьми придумать, как бы это могло выглядеть. Мы придумали примерный план, но поняли, что реализация займет действительно много времени. Сейчас этого времени нету. Ну и где-то там обычная человеческая лень мешает. Так что это все только в будущем, я думаю. Кейл Кеннери спрашивает. НС, как ты относишься к Винтер Виверну и новому ивенту? Винтер Виверн, герой довольно странный. В отличие от многих новых героев, да, там, если вспомнить всех практически новых героев, какие есть, Эмбер, Спирит, Оракулы, Юр, Спирит, Феникс, у них все скиллы каким-то образом ну, как бы совмещены с другими, да. То есть, как-то вот 4 скилла, в них видна цельная картина героя. Видно, что вот он должен делать, какой-то посыл, что ли. А у Винтер Виверн 4 скилла никак друг с другом не связаны. Это просто 4 рандомных скилла, как будто бы взятых у 4 разных героев. Как бы никак особо к Винтер Виверну не отношусь. Надо будет посмотреть, когда его выпустят, что он сможет показать, да, что это будет за герой. Как бы потенциал, наверное, у него есть. Потенциал быть хорошим мидером или хорошим саппортом. Как только выйдет Винтер Виверна, я сам там ее изучу получше, запишу какой-то обзор, гайд. Вместе постараемся разобраться. Новый ивент я тоже, честно говоря, пока не знаю, что там будет. Я сделал предположение, что новый ивент будет чем-то типа обыкновенной доты, только с возможностью как-то на свою сторону, возможно, на время как-то заманивать вот этого годня. И он как бы воюет за твою команду, помогает тебе там пушить базу врагов. По примеру других моба-игр, типа Heroes of the Storm. Сделал я это предположение просто из этого ролика, где говорится, что в этом году мы научимся как бы переманивать, приручать годня. Но это только предположение. Я не знаю. Тоже жду как бы ивент. Надеюсь, что Valve приготовили что-то интересное, потому что прошлый ивент был откровенной помойкой. Так, далее. Ярик Силкин спрашивает. Почему в СНГ так мало новых молодых игроков по типу Сумаила? Как им пробиться на прост сцену? Вы знаете, какое дело? Ну, во-первых, не так-то мало. Мы можем хотя бы обратить внимание на современные команды, наши профессиональные. И понять, что у нас есть, например, Aloha Dance, Yoaku, Resolution. Все, кстати, в Империи. Потом Васус Поллер играет. Лил, FNG. Ну, вот как минимум пять, да? А, ну то есть Hellraiser. Вообще команда вся из молодых игроков. Arthas, Goritz. Goddamn не так-то молод. Хотя тоже, в принципе, не старичок. Я фаниджа. То есть у нас самолетих молодых миллион. Так что не надо говорить, что у нас их нет. У нас сейчас молодых на прост сцене больше, чем на любой другой сцене. Посмотрите, тут же Китай. Там одни старички. Во многих других командах тоже игроки старые. Но в СНГ все-таки играет очень много людей. И потенциально у нас могло бы быть больше игроков. Это я точно знаю. Вот намного больше. У нас могло бы быть еще плюс пять команд, мне кажется. Вот сейчас у нас пять команд таких сильных. Могло бы быть десять. Почему их нету? Потому что игроки наши СНГшные полупрофессиональные, они какие-то дурные. То есть очень много вот что называется чейсовое чувство собственной важности. Человек начинает хорошо играть, у него начинает получаться, он начинает овнить в папчике. И вместо того, чтобы как бы смиренно тренироваться дальше, ждать своего приглашения в команду, либо же сделать свою команду, он начинает вступать в плавовые отношения с мамками противников, с мамками союзников, с мамками всех подряд. Примеров таких миллион, заходишь в паблик, и против тебя играет человек, есть вот ники, там известный, FN такой есть, или No Fear, это вот наши полупрофессиональные такие игроки, в принципе, профессиональные, да, по уровню игры. полупрофессиональные, потому что они так и пока не играют ни в какой профессиональной команде. Ну, просто откровенно дурные люди. Поумелить вот этот пыл, научиться общаться элементарно, элементарному человеческому общению научиться, и можно, можно будет как бы делать команду, можно будет пробиваться, становиться типа с Умаилом. Пока такое отношение у людей ко всему, естественно, ничего у них получаться не будет. конечно, никому не нужны в команде люди, которые начинают все общение где угодно, со слов типа я, твою мамку, ты ДЦП и так далее. Ну, к сожалению, такой менталитет у нас, наверное. Я не знаю, я как призываю всех игроков, которые хорошо играют или там близки к про-уровню, просто вести себя адекватно и не удивитесь, точнее говоря, как быстро у вас появится команда и как быстро всем будем радоваться вашим успехам. Даниил Лемешко спрашивает, какие примерно зарплаты в разных организациях, не считая призовых? в разных организациях зарплаты разные. Порядок зарплат, скажем так, в принципе, сейчас профессиональный игрок в организации из тех пяти, например, СНГ, которые я называл ранее, порядок зарплат такой, что он сравним с такой, как минимум, средней зарплатой в стране, где играет эта команда. В Na'Vi эта зарплата не средняя, это очень хорошая зарплата. Virtus.pro, скажем, она хорошая, но это, соответственно, опять же, связано не только с возможностью организации и команды платить своим игрокам, но и с их результатами. Естественно, Na'Vi за свою там карьеру они заслужили хорошую зарплату, скажем, кто-то там ее не заслужил, там, какую-то очень хорошую, да, получает меньше, но почти во всех командах или даже во всех система такая, вот у тебя есть зарплата, образно, скажем, 1000 долларов на человека, ты выигрываешь турнир, например, какой-нибудь, и там раз в полгода твоя зарплата пересматривается, она не может пойти вниз, только вверх, скажем, ты выиграл пару турниров, тебе ее поднимают, вот у тебя зарплата стала там 1200 долларов, выиграл еще пару турниров, вот уже там 1500 долларов, ну вот такая система поощрений работает почти во всех коллективах, по крайней мере, где я играл за свою карьеру. Владислав Бондаренко спрашивает, стоит ли добавлять в Dota 2 новые карты, а, в Dota 2 новые карты помимо оригинальной, стоит ли добавлять в Dota 2 новых героев после выпуска всех оригинальных из первой Dota. Я думаю, что, ну, во-первых, то, что добавлять новых героев после выпуска всех оригинальных будут, это уже Valve сами говорили, они сказали, что как только мы выпустим всех героев из Dota 1, мы начнем выпускать героев, которых еще не было совсем новых. Будет очень интересно, жду этого с нетерпением тоже. насчет новых карт считаю, что да, нужно. То есть, это могло бы разнообразить игру, довольно прикольно. Опять же, смотреть матч BO3, где все три карты разные, было бы в тысячу раз интереснее, чем смотреть BO3 на одной и той же карты, где просто меняются сторонами. Можно было бы к тому же придумать какие-нибудь оригинальные карты, да, не просто менять ландшафт, но и менять цели, может быть, игры, там, например, карты без рошана, карты с двумя рошанами, карты с какими-то бафами, может быть, карты с четырьмя рунами, придумать можно миллион всего, да, то есть, фантазия не ограничена, и главное отбалансить все, чтобы не создавать какую-то фигню, но я думаю, что это сделать бы стоило. Илья Чумаков спрашивает, у меня следующий вопрос, насколько я знаю, Сумаил, так же как и Артизи попал в Стар Доту благодаря связям, но все же, по твоему мнению, что делают этих игроков столь молодого возраста сильнее других, как они добились такого уровня игры, такой реакции, по твоему мнению. Первое, Сумаил и Артизи попали в Стар Доту не благодаря никаким связям, благодаря своей хорошей игре. Я записывал пару гайдов, как пробиться в киберспорт, это все можно найти на YouTube-канале Virtus.pro.dota. Вот примерно по такому сценарию они двигались и попали в Стар Доту. То есть, никакие связи здесь. Что его называть связями? Человек сыграл хорошо, сыграл несколько игр хорошо, где-то там попался в паблике этот Сумаил с каким-нибудь Фиром, и они познакомились, вот его связи, вот они появились. Но он с рождения Фира не знал, его мама там с Фиром пива не пьет. Ну и то же самое касается Артизи. То есть, эти связи, они нарабатываются. Ни у кого нет связей с рождения. В киберспорте, я имею в виду, пока такого нет. Да, конечно, когда у меня, скажем, через, не знаю, там 20 лет ребенок будет играть, если там в какую-нибудь игру, и я его там благодаря своим связям смогу там с кем-то познакомить, это будет другое. Но пока, пока ни у кого нету детей еще, да, которые могли бы уже где-то играть, и чтобы вот пользоваться какими-то связями там своих родственников или там родителей. Это пока не придумывайте ерунды, как говорится. А что же, того, как они смогли добиться такого уровня игры? Ну, я думаю, что это просто упорство и труд. Упорство, труд, молодость, огромное количество свободного времени, плюс менталитет и неузарядный ум. То есть, это умные люди, дураки редко в профессиональную доту попадают. Я думаю, что в принципе любой человек, вот, начав играть доту сейчас в 10 лет, может к 15 стать новым сумаилом, если приложит достаточно количество усилий, не будет рейджить, не будет тратить свое время в не то, что нужно. То есть, любой рейдж или срач в чате, это трата времени. Это время ты можешь потратить на что-то полезное, можешь посраться в чате. Так что, в принципе, зависит только от человека. Роман Исаков. Преобразует ли доту переход на новый движок? В какую сторону и насколько сильно? я надеюсь, что доту новый движок не преобразует никак. Просто надеюсь, что мы увидим просто оптимизированную игру, может быть, с чуть-чуть лучшей графикой, менее лагающую в каких-то случаях, менее багающую, но вот такую же. Потому что, когда доту 2 я запустил после первой доты первый раз, это был чертов ад. Я не хотел в нее играть. Я хотел ее закрыть и никогда больше не открывать. Потому что физика другая, механика другая, все другое. Если выпустят доту на новом движке и будут подобные изменения, то это будет очень плохо. Но я думаю, что Valve сейчас на такое просто не пойдут, потому что могут растерять аудиторию очень быстро, ввиду того, что конкурентов у Valve появляется все больше. Игры типа Heroes of the Storm и куча других моб, которые сейчас появляются, плюс вечно живущий лол, они поджимают доту со всех фронтов. Никита Москаленко. Как ты думаешь, о чем будет идти речь на встрече дотеров с представителями Valve? Будут ли фиксить ММР? В первую очередь хочется сказать, что это за встреча Valve с игроками. Это некая встреча, которая проходит прямо сейчас в Сиэтле. Valve пригласили практически игроков практически всех команд, но далеко не все смогли туда доехать, смогли или захотели. пригласили обсудить что-то связанное с дотой. Честно, так как я не игрок, я не знаю, что конкретно, но, насколько я слышал, самую главную вещь это как раз таки новый движок. Вот этот вот, то есть хотят показать игрокам доту на новом движке, спросить их мнение, вот, как раз таки, насколько там все отличается, насколько это играбельно, насколько это хорошо или плохо, ну и плюс, я надеюсь, все остальные вопросы, связанные с ММРом, с огромным количеством турниров, с другими проблемами, тоже будут затронуты. Как бы, я рад, что Valve начали устраивать вот подобные конференции, подобные какие-то встречи, это пойдет определенно на пользу как бы всему процессу. Костель Абегор спрашивает, почему нельзя сделать вторые составы про команд и сделать лигу вторых команд и конкуренция будет за первую команду, типа поймал игрок невезение и не идет игра, много раз такое видел, так его может заменить парнишка, который пашет в втором составе и как бы конкуренция будет в СНГ Доте и замены адекватные будут. Ну, такой вот вопрос. В общем, смысл в том, почему нельзя сделать вторые составы про команд и сделать лигу вторых команд. Чтобы было понятно, про команды, они никак вместе не связаны, то есть, как бы, если одна команда, например, Virtus.pro, скажем образом, захочет сделать вторую команду, не Virtus.pro, Polar, это не вторая команда, это была как бы еще одна команда, которая в итоге перестала быть Virtus.pro, хотя осталось, ну, как бы, владелец у Asus Polar теперь тот же самый, что и у Virtus.pro, Polar и у Virtus.pro, но это просто два разных бренда. А именно вот Virtus.pro 2 захотят сделать, набрать туда молодых ребят. в принципе, идеи такие были много раз, и, как раз таки, чтобы я это делал, тренировал. Так вот, захотят вот так вот сделать, это не значит, что все остальные команды, Hellraiser, Power Rangers, там, Na'Vi, захотят тоже сделать вторые команды, и сделать какую-то лигу вторых команд. Это никак не может быть связано. То есть, тут нужно понимать, что нету никакой, как бы, кооперации в командах, вот между командами, да, никак не связаны. Никто не будет создавать какую-то лигу. Это нецелесообразно, неинтересно и не нужно. Но вот почему конкретно кто-то не хочет сделать второй состав? Ну, на самом деле, вопрос-то хороший. Так-то можно было бы. Действительно, наверное, в этом, как бы, есть какой-то смысл. То есть, ты берёшь второй состав, ты зовёшь троих-то молодых ребят, они играют. А так можно вырастить какого-то игрока, да, или парочку игроков, может быть, целую команду сильную. Ну, наверное, тут ответ довольно банален и прост. Всем лень. Просто всем лень. Всем лень, и никому это не нужно. Потому что нужно набирать туда игроков в эту команду, нужно с ними возиться. Они того, глядишь, ещё и какую-то зарплату начнут просить. Они того, глядишь, ещё там что-то начнут просить. Это какие-то затраты дополнительные по-любому на них. А профит, профит, он как бы не особо виден. То есть, сейчас в киберспорте особо никто благотворительностью заниматься не хочет, поэтому вот бракеты ребят, лишний раз что-то там с ними делать, ну, ни у кого руки не доходят. Ну, и последний вопрос, который я отобрал, Александр Михайлович спрашивает, как вы считаете, почему команды СНГ так неудачно выступили на ДАК? Как вы думаете, не сжрались ли команды СНГ? У них много хороших спонсоров, игроки часто занимаются рекламой чего-либо и умеют с этого неплохие деньги. Возможно, это повлияло на то, что команды играли, не выкладываясь на 100%. Александр Михайлович, а что вы несете за полную хрень? Откуда вы знаете, сколько получают игроки за какую-то рекламу? Какие там спонсоры, кто сколько платит? Кто там выкладывается на сколько процентов? Что это за вопросы вообще такие? Почему команды выступили неудачно на ДАК? HellRaisers очень неопытная команда, которая теряется на крупном лане, пока это видно. Напоминают они мне мою команду Virtus Product 2012 года с XC Crazy или Данным, Смайлом и мной. Мы очень круто выступали в онлайне, очень плохо выступали на ланах и не могли побороть это, не смогли перебороть это. Несмотря на то, что мы год ездили на ланы, разнообразные, Starlander, в Москве были ланы, в итоге все закончилось интернешнл. Мы как на первый лан приехали и сыграли намного хуже, чем играли за день до этого в онлайне, так и через год на интернешнл мы играли ужасно. Ну вот, как-то так. То есть, некоторые люди, они так и не могут выдавать все на лане, сколько бы времени не проходило. Смогли HellRaisers побороть эту преграду? Я не знаю, я надеюсь. Ребятам желаю удачи. Na'Vi выступили плохо, потому что, как они сами сказали, им там не везло. Плюс были плохие условия, туда-сюда, ну, в общем, отмазки выступили плохо, но явно не из-за того, что у них там много денег. Поймите простую истину, у Na'Vi много денег, у игроков Na'Vi, уже очень давно. То есть, начиная, вот первый интернешнл закончился, помните, когда 2011 год это был, там миллион долларов давали. В то время это были деньги больше, чем сейчас, миллион долларов, во-первых, потому что инфляция жрет деньги очень быстро. Во-вторых, вообще, у таких, как бы, у игрока простого, там уже Хвоста, который полгода назад до этого вообще в Na'Vi попал, у него не было денег, много, да, у него были сколько-то там денег, но много не было, а тут у него появляется 200 тысяч долларов, да. Хвост стал хуже играть, из-за этого расслабился, нет, он стал играть чуть ли не еще лучше, а не после этого Na'Vi еще там полтора года все подряд выигрывали, да, так что, любые могут быть причины, но вообще не надо думать, что киберспортсмены купаются в золоте, ну нет, ну вот да, конечно, когда команда выигрывает, там, какой-то интернешнл, ну тут ты видишь, вот они получили, там, заработали, там, миллионы долларов, по миллиону долларов на человека, ну, конечно, этих людей можно назвать богатыми, но, когда вы говорите, и речь идет о командах, которые не выиграют никакие интернешнл, HellRaisers, например, это не богатые люди, это люди, в принципе, которые, ну, которые живут, там, там, более-менее, да, на зарплату, и какие-то призовые, они точно не расслабляются, это не наши, там, не знаю, футболисты, может быть, с которыми часто сравнивают дотеров, там, у футболистов, у них там зарплаты большие, там, наверное, действительно можно расслабиться, но, получая зарплату, там, в полторы, ну, там, даже не зарплату, а зарплаты плюс призовые, может быть, да, вот, там, полторы тысячи долларов в месяц у тебя получают, но, это разве деньги, с которыми ты можешь прям, все, а, сел такой, типа, все, кокаин мне, там, женщины, и я поехал на Бали, ну, конечно, нет, конечно, ты хочешь намного больше, ты хочешь показывать результат, ты хочешь выигрывать турниры, ты хочешь выиграть тот же интернешнл, рано расслабляться, никто не расслабляется, просто, у ребят, не пошло, ну, на этом все, вопросики закончились, было еще много вопросов, многие из них дублировались, то есть, я отвечал тут на чей-то вопрос, и были еще такие же, там, чьих имен я не назвал, ну, извините, просто вы не первые задали этот вопрос, был кто-то первее вас, было также много, дурацких вопросов, неинтересных, ну, и несколько там более-менее вопросов, я, в принципе, пропустил, потому что подумал, что слишком это все растянется, я думаю, что рубрику ответов на вопросы, я буду продолжать, и в скором времени, на самом деле, там, может быть, через пару недель, может быть, там, чуть позже, максимум месяц, у меня должен открыться сайт, где будет, такая рубрика, вопросы и ответы, и там, далее, я уже буду отвечать, на ваши вопросы, и уже этих видео, наверное, записывать не буду, ну, или буду очень редко, ну, а пока что все, ребята, спасибо, что задавали вопросы, спасибо, что смотрели эти ответы, увидимся,